Утром Большой Чёрный Кадиллак подъезжает к гаражу в северной части города. Это место используют в качестве склада банда Бакса Морона, заметного чикагского гангстера. Из авто выходят четверо мужчин с автоматами в руках, двое из них в полицейской форме. В гараже в этот момент семь человек. Они ждут доставку нелегального алкоголя. Уидев на пороге людей в форме, бандиты полагают, что это очередной рейд правоохранителей. Нормальная практика времен сухого закона. Люди в форме приказывают всем членам банды Бакса Морона встать лицом к стене. Неожиданно полицейские открывают огонь из автоматов. Все семеро мужчин у стены падают замертво. Приехавшие на место репортеры становятся свидетелями кровавой бани. Хладнокровное убийство войдет в историю под названием «Бойня в день Святого Валентина». Это преступление не раскрыто. До сих пор окончательно неясно, кто виноват и какой мотив, но тогда в 29-м у большинства жителей Чикаго, да и всей страны, в общем-то, нет сомнений. За этим стоит Али Капоне. Самый знаменитый гангстер. Ему приписывали несколько сотен убийств. От крупных заказных, да расправы над конкурентом собственными руками с помощью биты. Кроме того, рэкет, подпольное казино, бордели и, конечно, реки нелегального алкоголя. И вроде логичный послужной список для преступника номер один. Но не все так просто. Множество рассказов о преступлениях Али Капоне либо полуправда, либо полная ложь. Во многом, эта история о том, как имя стало мифом настолько, что правду сегодня мало кто помнит. Тем интереснее узнать, как все было на самом деле. Как 20-летний выходец из бедной иммигрантской семьи за несколько лет стал королем преступного мира, а затем также стремительно разрушил собственное величие. Окей, чтобы понимать, насколько имя Аль Капоне стало легендой, можно долго приводить статистику запросов в гугле, количество упоминаний СМИ и массовой культуре. Но гораздо более красноречиво о мифологизации гангстера говорит маленькая деталь. Даже собственные внуки называют его не дед, а Аль Капоне. Сложно найти персонажа в истории, миф о котором настолько обогнал реального человека. Что ж, давайте постепенно начнем отделять одно от другого. Имя гангстера в первую очередь ассоциируется с Чикаго, но в этот город наш герой попадет уже взрослым и благодаря несчастному случаю. На самом деле история начинается в Нью-Йорке. Туда в конце 19 века приезжает молодая семья с двумя маленькими сыновьями. Фамилия Капоне распространена в области Неаполя в Италии и среди многочисленных итальянских иммигрантов в Америке того периода было немало Капоне. Но на весь мир фамилия станет известна только благодаря одной семье. Габриэлю и Терезе около 30. Они с детьми селятся в дешевом районе города в Бруклине среди других выходцев из Италии. Отец сначала перебивается тяжелыми низкооплачиваемыми заработками, в итоге находит себя в профессии барбера и открывает собственный салон. Это не приносит ему больших денег, но в будущем позволит худо-бедно содержать огромную семью из девяти детей, семеро из которых родятся уже на американской земле. В среднем будет мальчик по имени Альфонсо. Это 1899 год. Итальянцы в Америке на рубеже веков не то чтобы люди второго сорта, но это те, с кем часто ассоциируется грязная, тяжелая и неквалифицированная работа. И, конечно, происхождение сильно повлияет на будущую судьбу Капоне. А сам он на протяжении всей жизни с долей раздражения будет повторять «Я не итальянец, я родился в Бруклине». В начале 20 века отпрыски многодетных семей итальянских эмигрантов с трудом помещаются в небольших квартирах, а потому проводят большинство времени вне дома. На улице братья Капоне быстро меняют свои итальянские имена на американский манер и от Альфонсо остается лишь Аль. Отец Капоне много работает не только потому, что 9 детей нужно чем-то кормить, он хорошо понимает. Без денег сыновья бросят школу и отправятся зарабатывать на улицу. И, скорее всего, это будет криминал. Аль Капоне, надо отметить, неплохо учится. Его главные успехи — математика, английский и коммуникация с одноклассниками. Все эти навыки сильно пригодятся будущему мафиози. Его доходы в пересчете на современные деньги будут стремиться к миллиардам долларов. Его английский сильно поможет в общении с репортерами. А умение выстраивать коммуникацию позволит создать огромную подпольную империю. Так что, если вы еще школьник и смотрите это видео, учитесь хорошо. В жизни пригодится. Капоне, правда, несмотря на старания родителей и успехи в обучении, бросает школу примерно в 14 лет и отправляется работать. Точно так же до этого поступили его старшие братья. Самый старший, Джимми, отправился покорять Голливуд, но не доехал, пропал и объявится лишь спустя 30 лет. Два следующих брата, Ральф и Фрэнк, почти сразу связались с криминалом. Аль, в отличие от них, начинает на вполне легальных работах вроде печатной фабрики. Из-за того, что вся жизнь итальянских районов тогда происходит на улице, все знают, чем занимаются и как живут их соседи. Так вот, к своим 14-15 годам Аль Капоне известен как приветливый, но ничем не выдающийся подросток, не замеченный ни в какой незаконной деятельности. Уже после того, как он станет королем мафии, возникнет множество легенд о том, как Аль, еще будучи подростком, умело дрался с матросами, жестко расправлялся со своими ирландскими сверстниками и даже поколотил учителя. В реальности история про матросов – абсолютный вымысел. Стычки итальянцев с ирландцами, в Нью-Йорке того времени – обычное дело. И, скорее всего, Капоне иногда в них участвовал, но не избивал никого до полусмерти. Инцидент с учителем, судя по всему, имел место, но детали варьируются от обычной перепалки до жесткого нокдауна, в который был отправлен преподаватель ударом своего ученика. И, учитывая мифологизацию нашего героя, я ставлю на менее зрелищный вариант. В каком-то смысле в криминал Капоне приводит отец. Он отправляет его работать чистильщиком обуви на оживленную улицу Бруклина. Там подросток видит, как местные авторитеты крышуют малый бизнес, и в его голове возникает бизнес-план. Капоне начинает рэкет на минималках, собирает дань с мальчишек, которые чистят обувь на районе, якобы предоставляя им защиту. Бизнес начинает разрастаться, и Капоне уже набирает помощников, чтобы контролировать еще большее количество чистильщиков. Предприятие схлапывается довольно быстро. Никакой реальной силы за Капоне тогда еще нет, и местные братки отжимают бизнес Альфонса. Однако талант не остается незамеченным. Известный авторитет Джонни Торио предлагает Капоне работу. Каждый новичок, которого нанимал Торио, проходил психологическую проверку. Его приглашали в кабинет босса и оставляли ненадолго одного. На столе руководителя в то же время лежали деньги. Те, кто удержался от соблазна и не прикарманил ни одной купюры, получал шанс на работу в организации. Капоне проходит проверку, и так начинается его криминальная карьера. История Капоне и Торио – яркий пример того, как ученик не только превзойдет учителя, но и полностью затмит его в истории. В 10-20-х годах прошлого века Торио считают мафиозным гением. Он одновременно руководит большими группировками сразу в двух городах – Нью-Йорке и Чикаго. На первых этапах Капоне лишь мальчик на побегушках, который передает сообщения. Ничего криминального. При этом доход в разы больше, чем он мог бы заработать чисткой обуви. Все деньги подросток исправно приносит домой. Однако не стоит заблуждаться. Аль Капоне тогда хоть и не участвует напрямую, но не может не знать, чем на самом деле занимается Джон Нью-Торио. А там полный набор – бордели, рэкет, вымогательства и убийства. Постепенно Капоне доверяет все более ответственное задание. Когда молодой Аль окончательно перешел на темную сторону – точно неизвестно. На этот счет данные многочисленных биографов разнятся. Кто-то утверждает, что к 18-ти на его счету уже было не одно убийство. Другие говорят, что максимум – это сбор выручки из борделей, принадлежавших боссу. Что можно утверждать наверняка, так это то, что к 20 Капоне уже не ограничивается лишь передачей сообщений и сбором денег. И не в последнюю очередь причиной становятся личные обстоятельства. Сначала 18-летний Аль встречает девушку по имени Мэри Кофлин, или Мэй. Она работает на фабрике по производству коробок. Там же трудится Капоне. В то время он еще сохраняет легальную работу для прикрытия. Для Мэй Капоне неочевидный бойхрон. Она из более образованной и обеспеченной семьи, старше его на пару лет и, в конце концов, ирландка. В 1918-м они собираются пожениться. Из-за напряженных отношений между итальянской и ирландской общиной в начале 20-го века в Нью-Йорке, подобные союзы не особо поощряются ни обществом, ни церковью. Однако к моменту женитьбы у пары уже есть месячный сын Альберт, так что и у общества, и у церкви не то чтобы есть выбор. Мэй далеко не первая девушка в жизни Капоне. В 20-ти у него уже довольно богатый сексуальный опыт. Работа в многочисленных борделях своего босса не проходит бесследно. В 16-ть у Аля первая гонорея, в 20-ть сифилис. Его он передаст и своей молодой жене, а через нее новорожденному сыну, который с самого детства будет страдать многочисленными побочными проблемами со здоровьем. Сексуальная жизнь Капоне будет еще более насыщенной после женитьбы. Но тут у Альфонса не возникает никакого конфликта интересов. Все как в классических голливудских фильмах про мафию. Жена — это Мадонна, мать, у нее особый статус и положение. Многочисленные любовницы, большинство из которых проститутки, — это отдельная часть жизни, никак не пересекающаяся с семьей. Мэй, скорее всего, в курсе криминальной деятельности своего молодого мужа. Не факт, что в курсе его связи с проститутками и уж точно не в курсе подарка в виде сифилиса. Это не единственная информация, которую Капоне скрыл от жены. Вряд ли он рассказал об истинной истории появление своего знаменитого шрама. Отметены на лице, пожалуй, главная внешняя фишка Капоне, даже более популярная, чем знаменитая шляпа. Лицо со шрамом — одна из кличек самого Аля, а также название нескольких знаменитых фильмов, вдохновленных его биографией. Начнем с того, что это не один шрам, а три. История их появления покрыта туманом, но чаще всего всплывает следующая версия. Еще до женитьбы у Капоне произошла стычка в баре. Он якобы сказал незнакомой итальянке, что у нее красивая попа. Подвыпивший брат девушки не оценил комплимент и началась драка. В процессе соперникали то ли разбил бутылку, то ли достал нож. В общем, он полоснул его по лицу. Зная Капоне, можно предположить, что обидчик недолго прожил после стычки. Однако выяснилось, что он был членом той же банды. Стороны быстро замяли конфликт, а яркий шрам остался на всю жизнь. Через год после свадьбы от сердечного приступа умирает отец Капоне. Один из старших братьев уже исчез, два других, несмотря на постоянную занятость в преступном сообществе, не те, кто в состоянии возглавить семью и отвечать за обеспечение матери и большого количества младших родственников. Аль Капоне 21. Теперь у него целых две семьи, о которых нужно заботиться. И на низкооплачиваемую легальную работу на коробочной фабрике нет времени. Единственный путь к серьезным деньгам — продвижение по службе в криминальном мире. И босс Капоне готов помочь. Помимо выполнения единичных поручений, среди которых уже почти наверняка были убийства, Аль работает бартендером и вышибалой в одном из заведений Торио. Во время одной из дежурных поездок по борделям за выручкой у Капоне возникает стычка с посетителем. Аль избивает его до полусмерти. Пострадавшим оказывается представитель конкурирующей ирландской группировки. Ее глава обещает отомстить убийством обидчику. Босс Капоне в качестве наказания и по соображениям безопасности отправляет его работать в Чикаго, где у Джонни Торио также есть внушительная организация. Так как Капоне оказывается в городе, где сначала ему понадобится всего шесть лет, чтобы стать королем преступного мира, еще шесть, чтобы просидеть на вершине, а затем резко все потерять. Поначалу сфера обязанностей Капоне в Чикаго такая же, как в Нью-Йорке. Он собирает деньги с борделей и работает вышибалой в заведениях своего босса. Аль с женой и сыном снимают скромную квартиру. Тогда Мэй уже в курсе, что у мужа частые связи с проститутками, но те еще не становятся его постоянными содержанками. Просто потому, что у молодого члена криминальной группировки не так уж много денег. Сложно сказать, как бы сложилась судьба самого известного гангстера и получил ли бы он вообще этот титул, если бы не одно историческое событие. В январе 1920 в США произошло необычное ограбление. Точнее, сначала оно выглядело вполне ординарно. Группа людей обчистила поезд. Но их целью были не золотые слитки и не банкноты, а нечто на тот момент не менее ценное – виски. Незадолго до этого в Конституции США появилась новая поправка, которая станет известна как «сухой закон». Продажи и производство алкоголя в стране попали под запрет. В следующее десятилетие это изменит многое и в жизни всей страны, и, конечно, в биографии нашего героя. Зато, кем он стал, Аль Капоне во многом обязан сухому закону. Вскоре Чикаго превращается в эпицентр кровавых разборок, коррумпированных политиков и грязных полицейских. Практически каждый день на протяжении десятка лет жители будут читать в газетах об очередном убийстве, ограблении склада с нелегальным алкоголем, бомбежках, стычках между конкурирующими бандами и других преступлениях. По подсчетам исследователей того периода, в 20-е в Чикаго произошло примерно 700 убийств, связанных с разборками местных группировок. И почти за третью данных преступлений стоял Капоне. Но подробнее об этом мы поговорим чуть позже. Первым по-настоящему ответственным занятием нашего героя становится введение финансов предприятий босса. Он отвечает за бухгалтерию и уход от налогов. Доход Капоне значительно возрастает. И несмотря на то, что Аль продолжает работать в том числе в борделях, сам он старается публично дистанцироваться от этой деятельности. Капоне подает себя как респектабельного бизнесмена, хорошо одевается и печатает визитки с вымышленными именами. Один из его самых известных псевдонимов Аль Браун. Именно Аль Браун будет руководить мебельным предприятием, которое наш герой использует как легальное бизнес-прикрытие. Еще одна сфера ответственности Капоне – взаимоотношения с политиками. Проще говоря, взятки. Коррумпированность властей по всей стране резко взлетела после принятия сухого закона. Но чикагские чиновники славились особой продажностью. Если коротко, то схему отношений мафии с властями города можно описать следующим образом. Мы даем вам деньги и помогаем избираться. Взамен ничего не нужно. Просто смотрите в другую сторону, когда мы проворачиваем свои дела. Под словом «дела», помимо обычных борделей, казино и рэкета, в 20-х в первую очередь подразумевается производство и распространение алкоголя. Взятки политикам и полицейским Капоне дает руками своего брата Фрэнка. И это вдвойне интересная деталь. Во-первых, Аль перетаскивает двух своих старших братьев Ральфа и Фрэнка работать с ним в Чикаго. А во-вторых, это яркий пример хитрой специфики бизнеса Капоне. Всю свою нелегальную деятельность он на протяжении всей карьеры будет вести чужими руками. В итоге, много лет спустя, прокурорам просто нечего будет предъявить гангстеру. Ни за убийство, ни за рэкет, ни за бордели, ни за взятки. И хотя Капоне вроде бы удачно удаются политические игры, однажды они перерастают в большую трагедию. Точнее, в каком-то смысле в трагикомедию. Вот что я имею в виду. В 1924-м в Чикаго проходят местные выборы. Капоне нужна победа лояльного кандидата от республикатской партии, чтобы успешно продолжать свой подпольный бизнес. Но все идет к тому, что победить должен соперник от демократической партии. Аль вместе с братом Фрэнком и другими членами банды прибывает на нужный участок для голосования и буквально принуждают голосующих делать правильный выбор. Ситуация накаляется и на место вызывает полицию. Те по какой-то причине выезжают на автомобиле без опознавательных знаков. На подъезде они чуть не давят переходящего дорогу Фрэнка Капоне. Тот автоматически достает оружие. Полицейские в машине воспринимает это как сигнал к атаке и начинается пальба. Фрэнк и еще несколько членов банды погибают в перестрелке. Так комбинация нелепых случайностей привела к большой личной трагедии Аль Капоне. Видимо, он просто не знал, что можно по-тихому вбросить бюллетени. Следующие несколько лет, пожалуй, становятся самыми опасными для Капоне. Разборки между городскими группировками идут полным ходом. Банда Джонни Торио, куда входит Капоне, называется филиал. Организация, состоящая в основном из людей с итальянскими корнями, появилась еще до введения сухого закона, но именно 20-е станут пиком ее развития. Тогда филиал – одна из главных группировок города. Они держат сотни подпольных баров, десятки борделей и казино. Торио и Капоне, как первые лица банды, становятся логичными целями для устранения со стороны конкурентов. Первое покушение на Капоне происходит в начале 1925-го. Ресторан, в который зашел Аль на ланч, расстреливают из проезжающей машины. Он остается в живых, как и другие посетители. Главный урон берут на себя припаркованные рядом автомобили. Но этот инцидент интересен еще и тем, что это, если не первый, то как минимум один из первых опытов использования пистолета-пулемета Томпсона в разборках гангстеров. С тех пор они будут использовать это оружие чаще, и в истории оно останется как неотъемлемый атрибут мафиозных разборок времен сухого закона. Спустя несколько недель происходит новое покушение. На этот раз целью становится Джонни Торио. Ему везет меньше, чем Капоне. Киллеры подкарауливают Торио около дома и, сделав несколько выстрелов, уезжают, думая, что авторитет уже мертв. Однако ему удается выжить. После выхода из больницы Торио решает отправиться на пенсию и в 1925-м главой группировки «Филиал» становится 26-летний Аль Капоне. Следующие 6 лет станут его звездным часом. Еще за несколько лет до этого Капоне купил дом в Чикаго в неплохом районе для среднего класса. Помимо жены и сына, там жила мать Аля и его младшие родственники. С тех пор, как он стал главой филиала, Капоне без труда мог бы себе позволить намного более роскошную недвижимость. Но это место так и останется его единственным домом в Чикаго. В остальном Капоне не жалеет денег. Его яркая манера одеваться навсегда останется в истории. Шляпа и дорогие костюмы по 5000 долларов, что по сегодняшним меркам в 10 раз больше. Причем Аль может заказать у портного сразу 20 комплектов. К большому сожалению, черно-белая фотография не позволяет передать всей яркости шмота мафиози. Некоторые из его костюмов могли быть цвета лайма или лаванды или насыщенно банановыми. Одним словом, большие деньги далеко не всегда идут в комплекте с хорошим вкусом. Щедрость Капоне не ограничивалась его личными тратами. Дорогая одежда и украшения для жены, подарки родственникам и знакомым и раздача кэша абсолютно случайным людям. Однажды, согласно легенде, гангстер скупил у незнакомого мальчика, продающего газеты, сразу всю партию. И таких историй огромное множество. Даже если какая-то часть из них выдумана, то примерная картина все равно понятна. Позже Капоне будет устраивать более щедрые акты благотворительности. Например, организует бесплатную столовую для безработных. И, в общем, неудивительно, что в 20-х годах в глазах многих гангстер номер один выглядит как народный благодетель, а не хладнокровный убийца и мафиози. Для штаб-квартиры своей организации Али снимает несколько этажей в хорошем отеле. Но не потому, что он поклонник бесплатных завтраков и круглосуточного консьерж-сервиса, а потому что это удобное место для ведения его вида бизнеса. Там удобно встречаться с партнерами и любовницами, устраивать шикарные вечеринки, а также можно выставить круглосуточную охрану на каждом углу. Еще одной мерой безопасности становится автомобиль. Капоне покупает дорогой бронированный кадиллак с пуленепробиваемыми стеклами. Порой гангстер месяцами не приезжает домой и общается с семьей исключительно по телефону, если угроза покушения слишком велика. Данные меры безопасности совсем не кажутся излишними, если учесть, что после первой стрельбы в 25-м будет как минимум 12 попыток убрать Капоне. Все из них неудачные. Группировка филиал и до руководства Капоне была достаточно большой и эффективной организацией, но именно Аль сделает из нее огромную подпольную империю. Бизнес будет настолько хорошо организован, что спустя много лет его будут изучать экономисты из Гарвардского университета. Во главе организации сам Капоне. Под ним совет директоров из 12 человек. Каждый отвечает за свое направление. Бордели, казино, алкоголь и так далее. Один из директоров, кстати, родной брат Аля Ральф. Далее под директорами идут сотни исполнителей рангом ниже. И все они образовывают сложную разветвленную структуру. При этом сам Капоне напрямую не имеет отношения ни к нелегальной деятельности, ни к финансовым потокам. Ярче всего об эффективности бизнеса говорят цифры. Во второй половине 20-х филиал будет контролировать до 70% в разных сферах подпольного бизнеса Чикаго. Общая выручка перевалит за 100 миллионов долларов в год. Это больше миллиарда сегодня. Большая часть этой суммы приходит благодаря нелегальному производству и распространению алкоголя, известному как бутлегерство, которое в свою очередь процветает благодаря взяткам, убийствам конкурентов и снисходительному отношению общества. В то же время развитие медиа идет полным ходом. Газеты, радио и новостные блоки перед кинопоказами будут активно освещать деятельность харизматичного гангстера. Постепенно Капоне станет первой в истории мафиозной суперзвездой. Не только в Соединенных Штатах, но и за пределами страны. Первое событие, которое привлекает большое внимание прессы Капоне, происходит в 1926. В Чикаго убивают молодого прокурора Макс Вигана. Он был известен тем, что публично обещал посадить гангстера номер один. Что, правда, не мешало прокурору периодически тусить в компании известных мафиози, Капоне в том числе. К моменту убийства Макс Вигана репутация аля такова, что при любом громком преступлении в городе власти в первую очередь думают на него. Однако, несмотря на все попытки правоохранителей, им так и не удается найти хоть какую-то связь Капоне с преступлением. Постепенно король подпольного мира Чикаго понимает – прессу можно контролировать. В какой-то степени еще до появления соцсетей Капоне осознает важность выстраивания личного бренда. Он начинает платить журналистам. Подход уже проверен на политиках и полицейских, почему не использовать его с медиа. Купленные журналисты в своих статьях делают акцент на благотворительных инициативах Капоне, а также красочно описывают моральное страдание невинно оклеветанного законопослушного жителя Чикаго, которого ни с того ни с сего обвиняют в ужасных преступлениях. Порой мафиози приглашают представителей прессы к себе домой. Там их встречает Аль в халате с добродушной улыбкой. Он делает вид обычного семейного человека, который, конечно же, никого не убивал, а его родственникам очень неприятно читать многочисленную клевету в газетах. В то же время убийства в городе не прекращаются. Несмотря на попытки самого Капоне договориться с другими авторитетами и четко поделить сферы влияния в городе. Он продолжает оставаться главной целью для устранения, особенно учитывая растущее влияние и известность. Один из главных соперников Капоне на протяжении всей его карьеры в Чикаго – Джо Айелло, авторитет сицилийской мафии. Джо организовал несколько попыток убийства Аля. Самое известное из них связано с битой, реками крови и развороченными черепами. Дело было так. После нескольких неудачных попыток Айелло снова заказывает своего старого врага. Вознаграждение 50 тысяч баксов, что больше полумиллиона сегодня. Соискатели находятся быстро. Два опытных киллера, которые до этого в основном работали на Капоне. Общий знакомый предупреждает Аля о готовящемся покушении и выдает имена наемников. Капоне приглашает киллеров на обед. Он знает, что они еще не знают, что он знает. В итоге Капоне берет биту и разносит головы наемников, к ужасу повидавших многое охранников мафиози. История выглядит красочно и эффектно. Не факт, что правда, но эффектно. Документальных подтверждений у этого события нет. Известно только, что тела киллеров были найдены в их автомобиле. Но каков был характер Ран, непонятно. Вся история напоминает снежный ком, когда с каждым пересказом в очередной книге или фильме о Капоне наслаивались все новые спорные детали и окончательная версия стала слишком далека от правды. Да, скорее всего, за убийством стоял Капоне. Скорее всего, потому что они взяли на него заказ. Но то, что он расправлялся своими руками, крайне маловероятно. Аль в этом плане всегда был очень аккуратен. Он, например, никогда публично не говорил плохо о своих конкурентах и не упоминал подобного в переписке. Все для того, чтобы к нему нельзя было прикопаться. И этот подход работал. Официально по сей день Капоне не виновен ни в одном убийстве. Поэтому поверить в кровавую расправу убитой сложно. Заказавший Капоне Джо Айелло будет убит в 30-м году. Кто, скорее всего, за этим стоял, догадайтесь сами. В 1928-м в Чикаго очередные выборы и на этот раз разборки выходят на новый уровень. Кандидатам рассылают посылки с бомбами, кандидатов расстреливают на порогах собственных домов. И в первую очередь тех, кто не устраивает Аль Капоне. И тут, конечно, не может не возникать логичный вопрос. Окей, предположим, в заказных убийствах дойти до заказчика очень сложно. Но что со всем остальным? Взятки, нелегальный алкоголь, подпольное казино. Неужели полиция и прокуроры не могли найти хоть какие-то доказательства причастности Аль Капоне и посадить его? На удивление нет. Хотя все все прекрасно понимали. И основных причин и две. Коррупция и равнодушие общества. Начнем с первого. В сложноустроенной структуре синдиката Капоне участвовали сотни людей. Каждая подпольная пивоварня, каждый бар или казино вели подробный учет. Без этого не может функционировать бизнес. И даже несмотря на попытки Капоне замести все следы, связывающие его с преступной деятельностью, наверняка их можно было обнаружить. Бухгалтерские книги, свидетели и так далее. Но проблема в следующем. У Капоне на оплате было огромное количество полицейских, прокуроров и судей. Предположим, при очередном рейде на бар правоохранители изымали ценную документацию. Сначала люди Капоне пытались купить нежестоящего полицейского. Если тот оказывался принципиальным, они шли к его начальнику. И так дальше по цепочке вплоть до судьи. На каком-то из этапов находился человек, которого удавалось либо купить, либо запугать. Как-то Капоне признался журналисту, что если его посадить, то экономика Чикаго рухнет. Настолько много людей в городе зависело от его бизнеса и взяток. В 27 году даже вице-президент США признавал, что власти не в состоянии ничего поделать с гангстером. Второй фактор неприкосновенности Аль Капоне — народная любовь или как минимум снисхождение. Сухой закон оказался экспериментом интересным, но неудачным. Мало того, что в самом законе были разного рота лазейки, например, продажи алкоголя в медицинских или религиозных целях, так и сам запрет многими не воспринимался всерьез. Капоне, помогавший простым работягам выпить после тяжелого дня, выглядел вполне положительно. Кстати, именно трудяги, а не высоколобые элиты, приносили большую часть выручки от производства и распространения алкоголя. В глазах простого народа Аль Капоне достаточно долго умудрялся сохранять репутацию благодетеля, а не кровавого гангстера. До сих пор можно наткнуться на воспоминания рядовых сотрудников самого Капоне, вроде поваров или официантов, которые вспоминают аля исключительно добрыми словами. Как в их голове отделялось одно от другого — неясно. Элиты хоть и понимали, что из себя представляет король мафии, но его влияние было слишком велико. Многие либо получали от него деньги, либо посещали его шикарные пати, которые могли длиться несколько дней без перерыва. Нелегальный алкоголь лился рекой, среди приглашенных можно было встретить высокопоставленных представителей правоохранительных органов, политиков и звезд шоу-бизнеса и спорта. Аль настолько чувствовал себя выше закона, что в интервью журналистам открыто признавался, что он бутлегер. В то же время он негодовал, почему никак не порицаются все те, кто ходит и потребляет его алкоголь. «Когда я торгую алкоголем, они говорят, что это бутлегерство. Когда я подаю алкоголь важным господам на серебряном подносе, они называют это гостеприимство». Заменитая цитата гангстера. Чтобы вы еще понимали степень известности Аль Капоне к началу 30-х, вот пара статистических фактов. В период с 29 по 31 годы вышло 5 биографий гангстера. Чуваку на тот момент только-только исполнилось 30. Тогда же в Голливуде вышла лента «Лицо со шрамом», основанная на истории Капоне. Значительно более известным, правда, станет ремейк 83-го года с Аль Пачино. Создается ощущение, что во второй половине 20-х Аль Капоне действительно неприкасаем. И с большой долей вероятности это ощущение возникает даже в голове самого гангстера, что в какой-то степени объясняет его скорое стремительное падение. Среди скурпулезных исследователей биографии мафиози есть несколько версий о том, когда в незыблемом фундаменте его власти появляются необратимые трещины. Однако все теории укладываются в промежуток пары лет. С 1928 до 1930. К тому моменту Аль Капоне уже купил дом в южном штате Флорида. В отличие от Чикаго, там круглый год тепло и солнечно. Капоне перевез в новое место жену с сыном, а сам проводит там зимний сезон. Огромным синдикатом в такие периоды он управляет удаленно. Когда в феврале 29-го в Чикаго происходит та самая бойня в День Святого Валентина, Капоне как раз находится во Флориде. Банда Бакса Морона, члены которой и были расстреляны, конкурировала с группировкой Капоне по нескольким направлениям бизнеса не первый год. Поэтому мало у кого возникают сомнения относительно конечного бенефициара преступления. Не то чтобы до этого похожие массовые преступления в криминальной среде никогда не происходили, но именно бойня в День Святого Валентина переполняет чашу общественного безразличия. В первую очередь благодаря силе медиа. Жесткие снимки с места преступления шокируют и почти сотню лет спустя. Изрешеченные тела и реки крови можете без труда найти в сети. Тогда в 29-м многие начинают требовать привлечь к ответственности главного виновника. И под виновником они подразумевают Капоне. Но даже под прессом общественного мнения расследование заходит в тупик. Всевозможные улики и зацепки никуда не ведут. Полиция обещает вознаграждение в 60 тысяч долларов за информацию. Но и это не помогает. В каком-то смысле Капоне действительно неприкасаемый. Примерно в это же время еще молодой директор недавно образованного ФБР Джей Эдгар Гувер решает применить новую концепцию в борьбе с мафиозными бутлегерами. Идея проста, но в какой-то степени гениально. Если организованная преступность это бизнес, то и бороться с ним нужно бизнес-методами. В первую очередь искать неуплаченные налоги. Мафиозные боссы жили богато и не скрывали этого. При этом никто не платил налоги. Что в общем логично, доход-то нелегальный. Незадолго до этого в американском налоговом законодательстве появилось нововведение. Обязанность платить налоги возникала даже при нелегальном доходе. Эта довольно интересная система функционирует и по сей день. В Штатах есть немало нелегальных иммигрантов, которые живут и работают без каких-либо прав и документов, при этом исправно платят налоги. Они отлично знают, с кем не стоит шутить, так это с налоговой. К концу 20-х Капоне в сложном положении. На него давят сразу с двух сторон. Во-первых, власти с их претензиями по налогам, что чревато тюрьмой. Во-вторых, конфликты с другими мафиозными сообществами, что чревато убийством. Капоне не нравился многим криминальным боссам. И потому, что много зарабатывал, а это завидно, и еще потому, что много светился. Среди авторитетов публичность не слишком ценилась. Аль Капоне знает, что его собираются убрать. И сделать это на предстоящем крупном сборе мафиози в городе Атлантик-Сити в 1929 году. Туда приедут криминальные боссы со всей страны, чтобы, по сути, поделить Соединенные Штаты на сферы влияния. Капоне якобы собираются убрать вскоре после этого. Аль останавливается на плане, который до этого уже успешно проворачивали несколько криминальных авторитетов, чтобы переждать потенциальную угрозу убийства. А именно, сесть в тюрьму. Ненадолго и за какое-нибудь мелкое нарушение. И, конечно, в хорошее исправительное учреждение. В том смысле, что там он будет чувствовать себя, как дома. Капоне выбирает приятную тюрьму неподалеку с Атлантик-Сити. После завершения конференции их с напарником задерживает полицейский за ношение оружия на улице. Коп, конечно, купленный, и само задержание лишь театрализованное представление. Капоне обычно не таскал пушку. Это всегда делали его телохранители. План мафиози срабатывает, но со значительными правками. Судья дает ему огромный штраф и год заключения вместо пары месяцев, на которые рассчитывал Аль. Да еще и в трушной тюрьме с ужасающими условиями. Адвокатам гангстера понадобится пара месяцев на обжалование, и только после этого Капоне переводят в комфортное учреждение. Там его часто навещает жена, и оттуда он управляет делами в Чикаго. Даже питаться мафиози будет блюдами из лучших итальянских ресторанов поблизости. Из тюрьмы он выйдет, прибавив 5 кило. Отбывая срок, Капоне читает биографию Наполеона. Главную трагедию французского императора он видит в том, что Наполеон упустил момент, когда нужно было выйти из игры. Для Аль Капоне судьба исторического деятеля прошлого станет метафорой собственной жизни. Несмотря на свое положение, деньги и славу, мафиози устал. В первую очередь от постоянной угрозы убийства. Однако при всем желании в конце 20-х опция выхода из игры для Капоне недоступна. Слишком многие хотят его крови. К началу 30-х Капоне фактически подпольный мэр Чикаго. По некоторым данным, тогда больше половины полицейских города получают от него взятки. То есть он не просто выше закона, он и есть закон. Скорее всего в этом уверен и сам мафиози. Он знает, что властям нечего ему предъявить. А если есть, то немного. К тому же все покупается и все продается. Полицейские, свидетели и судьи. Но чтобы всем платить, нужны деньги. А их становится меньше. В стране начинается великая депрессия. И в первую очередь она бьет по рабочим, главной аудитории баров, казино и борделей. Доходы Капоне снижаются. В то же время в элитах начинает формироваться консенсус. Главного мафиози Чикаго пора посадить. И если это невозможно сделать по обвинению в убийствах или нелегальном распространении алкоголя, то пусть хотя бы будут неуплаченные налоги. Тогда в Чикаго появляется знаменитый список врагов народа или врагов государства. Почетное место номер один в этом рейтинге занимает Капоне. Кроме того, в городе создается сообщество из важных представителей элиты, которые готовы помогать в борьбе с Капоне не только морально, но и деньгами. В кругах богатых и образованных главного гангстера никогда не считали своим. Представители элиты могли посещать его вечеринки, могли пить его алкоголь и даже брать его взятки. Но у Капоне не было шанса стать одним из них. И дело не в количестве денег и даже не в способе их заработка. Просто Капоне так навсегда и остался плохо образованным, не очень хорошо воспитанным итальянцем из Бруклина. В конце 1930-го обвинения в неуплате налогов предъявляют двум высокопоставленным деятелям банды филиал. Чуть позже та же участь постигает Ральфа Капоне. Тот, в отличие от Барата, был не так аккуратен со своими финансами. У него находят крупные счета в банках, открытые на несуществующих людей. Очевидно, что веревка на шее Капоне постепенно стягивается. И здесь самый интересный вопрос, почему он ничего не предпринимает. Он человек, который начинал свою профессиональную деятельность в криминальном мире с ведения финансов. И тут несколько вариантов. Во-первых, Капоне, возможно, считает, что его слишком любит простой народ, чтобы дать ему большой тюремный срок. Тогда он как раз открывает бесплатную столовую для неимущих, количество которых сильно выросло с началом депрессии. Во-вторых, в отличие от брата и других членов группировки, Капоне всегда был крайне внимателен к тому, как он ведет дела. У него не было счетов в банках. Все деньги в виде банковских чеков всегда переводились посредниками. Он за все платил налом, из-за чего всегда носил с собой большую пачку денег. Его дом в Чикаго оформлен на мать, дом во Флориде на жену. Во всех книгах учета финансов многочисленных предприятий филиала имя Капоне всегда шифровалось в виде аббревиатур или кодов. Исходя из этого, и гангстер номер один, и его адвокаты считают, что даже если дело и дойдет до суда, то оно либо развалится там, либо Капоне дадут какой-то небольшой срок, который он отбудет в комфортной тюрьме, как это уже было в его биографии. И возможно, так бы оно и было, но Капоне подвели адвокаты. В будущем стремительном падении гангстера номер один они сыграют значительную роль. Если попытаться простым языком объяснить сложные юридические процессы, то главный вопрос налоговиков сводится к следующему. Откуда бабки Капоне? По всем признакам, ты человек не бедный, твоя многочисленная семья тоже ни в чем не нуждается. Тем не менее, никаких налогов ты не платил, а значит, никаких доходов не получал. Изначально Капоне не предъявляют каких-то обвинений, просто задают вопросы. Аль полностью доверяет все процессы своим адвокатам, что, вероятно, становится его главной ошибкой. Ответ адвокатов на запросы налоговой не только не помогает снять подозрения с Капоне, он в итоге упростит задачу прокуроров. Ответы юристов частично подтверждают связь Капоне с нелегальными финансовыми потоками. Одним словом, в середине 1931-го тюрьма для Капоне практически неизбежна и единственный актуальный вопрос – сколько лет? Сейчас будет немного юридических подробностей. Их важно знать, чтобы понять, что вообще произошло с королем мафии. Итак, Аль Капоне с адвокатами предлагают прокурорам сделку. Гангстер признает вину по некоторым обвинениям, получает пару лет в тюрьме и после едет на постоянное место жительства во Флориду. И сначала все идет к тому, что прокуроры готовы принять сделку, потому что если сделка срывается, то дело идет дальше в суд присяжных. И, во-первых, вину подсудимого для присяжных еще придется доказать. А во-вторых, это Чикаго. Возможно, доказательства будут бесполезны, так как присяжных либо купят, либо запугают. В логике прокуроров, которые раскручивают налоговое обвинение против Капоне, есть разумное зерно. В то же самое время мафиози пытаются привлечь по так называемой статье бродяжничество, так как если обвиняемый не платил налоги и не имел работы, то должен был ее искать или подать на пособие, чего Капоне не сделал. Так или иначе, дело разваливается в суде. Свидетели отказываются давать показания против мафиози. Сами догадайтесь, почему. В середине 31-го Капоне приезжает в суд, чтобы признать себя виновным в неуплате налогов, получить два с половиной года по условиям сделки и отправиться на тюремный курорт. К удивлению, и стороны обвинения, и стороны защиты судья отказывается принять сделку, а это значит, что вину будет определять суд присяжных в формате открытых заседаний. В начале октября 1931-го в Чикаго начинается суд, который точно претендует на звание шоу-десятилетия. Заседания растянутся на несколько недель, о каждом из них подробно будет писать не только городская, но и национальная пресса. Публику ждут яркие персонажи, неожиданные повороты и ошеломляющий финал. Вот как все происходило. Расширенный список имен присяжных был известен заранее. Что делают люди Капоне? Правильно, покупают большинство из них. Хороший ход, но ожидаемый. Судья незадолго до начала первого заседания меняет полный состав присяжных. Новых изолирует в отеле. Куча охраны и никаких контактов с внешним миром. Первая неделя заседаний – мяч на стороне обвинения. Заслушивает показания важных свидетелей, которые были как-то связаны с денежными потоками банды-филиал или самого Капоне. Некоторые из тех, кто дает показания, вплоть до суда находились под программой защиты свидетелей. Вполне логично, учитывая личность обвиняемого. Прокуроры представляют данные своего расследования, главный итог которого – более 140 тысяч долларов неуплаченных налогов за несколько лет. Еще один козырь обвинения – демонстрация непомерных трат якобы безработного Капоне. И здесь начинается работа на зрителя, то есть на присяжных, большинство из которых – работяги с небольшой зарплатой. Свидетели описывают шикарный образ жизни гангстера, его машины, костюмы, вечеринки, в конце концов даже дорогие шелковые трусы и траты в тысячу долларов в неделю на еду. Напомню, тем временем в стране великая депрессия, у многих ни работы, ни денег. В своих доводах прокуроры даже упоминают недавнее громкое убийство известного криминального журналиста в Чикаго. По слухам, за ним стоял Капоне. Какое отношение это имеет к делу по налогам? Никакого. Но присяжные тоже люди, а люди – существа эмоциональные. Дальше в игру вступает защита. Адвокаты могли бы рассказать о том, что норма о декларировании нелегальных доходов появилась только в 1927 году, а прокуроры представили данные, в том числе за 1925 и 1926. Адвокаты могли бы рассказать, что большинство улик, найденных в ходе рейдов на заведения, не имеют силы, так как у них истек срок давности. Адвокаты могли бы сделать акцент на том, что большие траты – это не преступления, а с доказательством нелегального дохода прокуроры справились плохо. Но адвокаты этого не сделали. Вместо этого они приводят множество нелепых доводов. Например, заявляют, что любой человек на самом деле хотел бы скрывать свои доходы и не платить налоги. Заслушав все стороны, присяжные выносят свой вердикт. Они оправдывают Капоне по 17 из 22 статей обвинения. Однако даже оставшихся пяти хватает, чтобы судья дал Аль Капоне беспрецедентное по налоговым делам 11 лет тюрьмы. Спустя полвека Американская ассоциация адвокатов подробно проанализирует детали этого процесса и придет к выводу, что все доказательства прокуроров могли быть успешно разбиты хорошей адвокатской работой, а обвиняемый оправдан. Но, как отмечает пресса в 1931-м, приговор Капоне за налоги — лишь повод. Сам гангстер уверен, что его погубила излишняя публичность. Апелляция адвокатов на приговор ожидаемо отклоняется через год, и в возрасте 33 лет Альфонсо Капоне отправляется отбывать наказание. Есть множество легенд относительно условий содержания Капоне в тюрьме в Атланте. Некоторые заключенные рассказывали о шикарной жизни гангстера, ресторанной еде, дорогом постельном белье и даже горе веществ, которые якобы употреблял Капоне. Есть ли в этих рассказах хотя бы часть правды — неизвестно. Информация, которую мы знаем благодаря документальным источникам, представляет совершенно иную картину. Бывший король мафии ведет образ жизни обычного зэка. Большую часть дней он ремонтирует обувь или чистит полы. В свободное время ему позволяют играть в музыкальном коллективе на басу за хорошее поведение. А ведет себя Капоне действительно хорошо — это его шанс значительно сократить срок. И вероятно, так Капоне и провел достаток дней в тюрьме. Но президент США Рузвельт выступает с идеей особого места для особо опасных преступников. Название этого исправительного учреждения сегодня знает каждый — Алькатрас. Спустя два года заключения бывшего мафиози номер один переводят в тюрьму на острове в заливе Сан-Франциско. Для Капоне это начало конца. На свободе уходит эпоха. Сухой закон отменен, а криминальная группировка-филиал постепенно теряет былое величие. В Алькатрасе Капоне точно не ждет теплый прием. Тюрьма создавалась в том числе для того, чтобы лишить опасных преступников любой возможности вести комфортный образ жизни. Сначала известность бывшего гангстера номер один гарантирует ему безопасность. Другие заключенные боятся Капоне. Однако они быстро узнают, что сидит он по налоговым статьям, а не за убийство или рэкет. Есть данные, что после этого Капоне избивают. Как минимум, одно нападение зафиксировано в медицинских документах. Заключенный пырнул Капоне ножницами. Раны оказались не опасны. В Алькатрасе здоровье Капоне резко начинает идти на спад. За пару лет он сбрасывает больше 20 килограмм. Еще при поступлении в первую тюрьму в Атланте у Альфонса диагностируют нейросифилис. Это ступень развития, при которой болезнь уже начинает поражать мозг. Однако на протяжении нескольких лет в Алькатрасе симптомы еще не столь серьезны, поэтому Капоне не получает какого-то лечения. Он продолжает вести себя хорошо, надеясь на досрочное освобождение и добивается повышения из-за бувщика в тюремного библиотекаря. Капоне увлекается религией и читает книги. Одна из которых называется «Жизнь начинается в 40». С учетом насыщенной биографии Аля сложно поверить, что он попал в Алькатрас в возрасте 35 лет. Посещения жены разрешены только раз в месяц. Мэй видит ухудшающееся состояние здоровья мужа и пишет письма с просьбой перевести его в учреждение с лучшими условиями. Однако только через 5 лет пребывания в Алькатрасе эти просьбы будут удовлетворены. Тогда доктора уже фиксируют серьезное влияние сифилиса на мозг Капоне. Например, он может не дойти до своей камеры, или его речь порой замедляется, и он начинает мямлить что-то нечленораздельное. Иногда Альфонсо попросту бредит. В 1939-м его переводят в тюрьму недалеко от Лос-Анджелеса с лучшими условиями содержания. Менее чем через год Капоне освобождают досрочно. Сразу после он отправляется в госпиталь, где получает адекватное лечение от сифилиса. По данным доктора, к моменту его поступления болезнь поразила мозг настолько, что ментальный возраст Капоне, как у семилетнего ребенка. Лечение помогает лишь немного исправить ситуацию. По прогнозам доктора, при правильном уходе Капоне может жить достаточно долго, вплоть до преклонного возраста. Однако кардинально исправить уже образовавшиеся проблемы мозга невозможно. Капоне продолжит периодически бредить, в том числе разговаривать с мертвыми людьми. Временами он становится агрессивен и неуправляем. Все это также результат болезни. Газеты выходят с кричащими заголовками о том, что бывший гангстер номер один абсолютно безумен и оторвался от реальности. Тогда же появляется история о том, как съехавший с катушек мафиози якобы сидит с удочкой у бассейна своего дома во Флориде и пытается поймать рыбу, думая, что он сидит на причале. История не больше, чем миф, а знаменитое фото Капоне с удочкой и сигарой действительно сделаны во время рыбалки на причале, куда Капоне возил брат Ральф. Бывший мафиози, конечно, страдал от результатов нейросифилиса, но это скорее выражалось в периодически возникающих проявлениях, а не в том, что он полностью выжил из ума. Несмотря на заключение доктора о том, что умственная деятельность Капоне уже никогда не восстановится, его жена и многие члены семьи по-прежнему верят, что вот-вот он поправится и вернется к управлению преступной группировкой. Вероятно, родственники лишь занимаются самовнушением. Так как Аль Капоне давно не участвует в деятельности банды-филиал, а влияние его брата также сильно сократилось, то у семьи возникают проблемы с финансами. Бывшая банда выделяет Капоне деньги, но их едва ли хватает на первичные нужды. И это очень интересный момент. То есть жена и другие родственники настолько не хотят отказываться от комфортной жизни, что ждут не дождутся, когда Капоне снова вернется к своей профессиональной деятельности, прекрасно понимая, чем он занимается. Кстати, этот факт также опровергает многочисленные слухи о наличии у Капоне несметных богатств. К моменту смерти он будет практически без денег. После выхода мафиози из тюрьмы происходит неожиданное семейное событие. Внезапно объявляется старший брат Джимми, о котором ничего не было известно 30 лет. Оказалось, что он уехал покорять Голливуд, чтобы сниматься в ковбойских фильмах, но не доехал и осел в западной части страны, взяв псевдоним Ричард Харт. Есть мнение, что это единственный брат клана Капоне, который остался на правильной стороне закона, но это не совсем так. Джимми, действительно служил шерифом и по иронии боролся с бутлегерами, но далеко не все в его жизни было гладко. И хотя сам Джимми и его семья утверждали, что он служил в Европе во время Первой мировой, об этом нет никаких записей. Зато точно известно, что у него было несколько обвинений в воровстве. К родне Джимми Капоне в итоге решил вернуться лишь потому, что остался без денег и это был его единственный выход. Свой заключительный период жизни после выхода из тюрьмы некогда главный мафиози Аль Капоне проводит как человек очень преклонного возраста, хотя он лишь в середине своих сорока. Альфонсо занимается садом, плавает в бассейне, удит рыбу, в то время как его мозг постепенно одолевает деменцию. Все свое время Капоне находится в кругу близких, потому что ему нужен постоянный уход. В начале 1947 у Альфонсо Капоне отказывает сердце на фоне развившейся пневмонии. Криминальная династия на этом заканчивается. Единственный сын знаменитого Капоне Альберт не будет связан с преступностью. Он займется ресторанным бизнесом. Не очень успешно. Когда Альберт решит одолжить денег у бывшей группировки отца, ему откажут. Сначала жизнь Аль Капоне кажется захватывающим кино. Перестрелки, бутлегерство, политические интриги и криминальные войны. То, что мы привыкли видеть в классических гангстерских фильмах, большинство из которых, кстати, вдохновлены образом самого Капоне. Мафиози там почти всегда в шляпах, костюмах и с сигарой в зубах. Но реальная история гангстера номер один – это скорее сложная драма из фильмографии Мартина Скорсезе. Главный герой выбирает относительно простой и быстрый путь к успеху через криминал. Но лестница, по которой он поднимается, на самом деле идет вниз. И чем дальше он движется, тем глубже и темнее, и расплата неизбежно ждет героя в конце. Субтитры создавал DimaTorzok